Что можно сделать, чтобы улучшить качество жизни горожан, обсудили в Иркутске. Этой теме была посвящена очередная встреча дискуссионного клуба про Иркутск. Участвовали в ней более ста человек. Это архитекторы, урбанисты, художники и просто неравнодушные иркутяне. Приехали в том числе специалисты из других городов Сибири, чтобы поделиться своим опытом, как ведется работа у них в этом направлении. В частности, подробно обсудили такое направление, как разработка мастер-плана города. Это документ, в котором более детально, чем, например, в генплане, расписано то, что стоит сделать для улучшения инфраструктуры и внешнего облика населенного пункта. В том числе там затрагивают такие аспекты, как реставрация исторического центра, разработка общего стиля для разных районов, создание новых объектов для привлечения туристов с учетом культурной, исторической и природной специфики города. Важный нюанс. Все такие проекты согласовываются с горожанами. В Иркутске мастер-плана пока нет, в отличие от Улан-Удэ и Красноярска. В этих городах такие документы уже созданы, и часть проектов даже реализована. У Иркутска очень много сильных сторон. Их, наверное, даже больше, чем у Улан-Удэ, с точки зрения перспектив развития города. Для того, чтобы создать мастер-план, нужно несколько сотен экспертов проработать, несколько тысяч горожан с ними все проговорить. И чем раньше Иркутск зайдет в этот процесс, тем раньше у него появится понимание, как он будет жить в перспективе до 50-го, до 2100-го года. У нас исторически так сложилось, что в городостроительном кодексе нет такого понятия, как мастер-план. У городов есть генпланы, там правила землепользования и застройки и так далее. И за перечнем этих нужных, безусловно, документов, которые мастер-план не отменяет, не хватает образа. То есть у людей нет понимания, для чего это все, к чему мы идем, в чем наше конкурентное преимущество. Мастер-план нужен именно для этого, чтобы определить образ цели и метод достижения этих целей. Поэтому это, я думаю, для Иркутска необходимая штука. Встречи по актуальным для столицы Прибайкалья темам дискуссионный клуб про Иркутск проводит вот уже два года. Проект запустила компания «Н-Плюс». Варианты преображения Иркутска в центре внимания практически каждого обсуждения. Проект как раз и призван объединить тех, кто хочет сделать столицу региона лучше. Развитие городов – это одно из ключевых направлений для российского энергохолдинга. Как это и было, обозначено еще его основателем Олегом Дерипаской. Бизнесмен и общественник неоднократно подчеркивал значимость постоянного диалога общества, бизнеса и власти в этом направлении. А разработка мастер-плана как раз подразумевает такой постоянный контакт.